Уважаемые гости! Уважаемые гости, друзья! Сегодня в преддверии дня артиллерии проводим русский столб, посвященный истории отечественного ракетностроения. Ну и, конечно, очень приятно, что наша встреча по поводу стильного родного для нас и для меня примера. На побежении многих лет здесь развивается собственная школа радио-космической техники. Каждый год спускаются очень востребованные, как бы сказал, в штучные специалисты, профессионалы своего дела. Как уже сказал Константин Михайлович, карьера ракетов в районе «Домбеха» возникла 8 июня 1946 года, спустя всего лишь два месяца после принятия восстановления Совета Министерства СССР о вопросах реактивного вооружения. История приезжающего развития ракетных войск советской науки, повышенности, военно-стратегической мысли и в чем-то, безусловно, советской внешней разведки представлена в новом сборнике и избранном при поддержке фонда «История». Этот трехтомник содержит уникальный комплекс архивных документов, многие из которых ранее были недоступны к северовой общественности. И присутствующие здесь, и участвующие в нашей встрече, все время авторского ракетира, подробнее расскажут о замечательном сборке. Уважаемые товарищи, в современном мире задача создания новейших видов вооружений, прежде всего стратегично, приобретает основное значение. Сегодня, когда смотрим напряженности в отношении между государственными растениями, архитектура международной безопасности стремительно разрушается, наличие в России эффективных военных комплексов становится едва ли не лучшей гарантией мирного неба над головами наших врагов. Соединенные Штаты Америки в последнее время открыто проводят курс на военно-политическое противодействие России и освобождение от новых ограничений, сдерживающих наращивание американской военной помощи. Базовый элемент американской политики в сфере оборудования и безопасности – это стремление обеспечить себе подавляющее военно-техническое превосходство, с тем, чтобы действовать на мировое оборудование с позиции сил, безоградки на юридизитет, территориально целостных государств и безоградки, конечно, на международные платы. Вашингтон, наверное, увеличивает расходы на создание потенциала для применения конфликтов высокой интенсивности. Модернизированные стратегические силы, включая разработку ягодных производителей малой мощности в целях сдерживания России от Ажи-Итая, план сделан в том масштабное обновление инфраструктуры ягодного оружияного оборудования. Обработанный в начале этого года обзор политики США в области противоракетной обороны по существу прорвет взаимосвязь терапевтических наступательных и оборонительных вооружений, предопределяет неограниченность действий Соединенных Штатов Америки в сфере противоракетной обороны, создавая в американской политической элите крайне опасную иллюзию возможности выиграть веторную войну. Декларировая приверженность межторонно-правовому режиму контроля над вооружениями, Вашингтон на деле занимается последовательным демонтажом всех межторонных договоренностей на этот шаг. Очевидным знакомым событием в данной сфере после выхода США из договора противоракетной обороны в 2002 году стало повреждение договора о ликвидации ракет средней и малой тайности. Показательно, что почти сразу после выхода из ДРСНД американцы провели испытания новой прилавкой ракеты на тайность, которая была запрещена издревле. Это разноречилось свидетельствует о том, что они изначально не были заинтересованы в его сохранении. Печальная судьба договора о хранении от средней и меньшей тайности с высокой вероятностью ожидает и договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия, который достигает февраля 2021 года, когда рейд из Семеновных Штатов ничтое, но и как прямой подрыв системы международной безопасности, открытая декларация отказа от военной сдержанности и консвоенности. Россия принимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем пригодить к этому больших флот и его сателлитов. Евроатлантическая элита в последнее время все реже демонстрирует признаки наличия ее и демократного здравого смысла. Складывающиеся тревожные ситуации мы просто обязаны активизировать усилия по укреплению обороноспособности нашей страны. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне. И мы имеем в виду в этом процессе значимую, прочую, ответственную роль. Константин Михайлович, вам спасибо.